Серах, глава 12. Сирай от него хлеб, и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщение. Давай доброму, и не помогай грешнику. Друг не познается в счастье, и враг не скроется в несчастье. При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимателен душой твоей и остерегайся его. И будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Не ставь его подле себя, чтобы он не зринул тебя, не стал на твое место. Не сажай его по правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища. И ты, наконец, поймешь слова мои и со скорби вспомнишь о наставлениях моих. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям, так и сближающимся с грешником. И приобщающимся к грехам его. На время он останется с тобою, но если ты поколеблешься, он не устоит. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет вернуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Если встретиться с тобой несчастье, ты найдешь его там прежде себя. И он, как будто желая помочь, подставит тебе ногу. Будет кивать головой и хлопать руками, многое будет шептать и изменит лицо свое.